Итоги уходящего четверга Вылетел навстречу, на Крылова перевернулся грузовик Я во дворе сидел, услышал грохот и подбежал сюда Есть ли жертвы? Билет в будущее В Бавруйске продолжается разработка стратегии устойчивого развития Выделили три приоритетные направления, по которым рабочие группы будут работать дальше Что она собой представляет? А также символ единства, вступительная кампания и солнечное затмение Белорусы наблюдали редкое астрономическое явление Финальный аккорд в белорусских школах проходят выпускные вечера В этом году документы об окончании девяти классов получат свыше 90 тысяч молодых людей А аттестат 11-классника около 51 тысячи Место проведения праздника в каждом учебном заведении Определяли совместно преподаватели и родители Соблюдение масочного режима и социальной дистанции Уверен именно, что вы, преподаватели, дали тот багаж знаний Который им позволит легко определиться в этой жизни Потому что пять медалистов для гимназии Это тоже показатель А у нас в городе 52 медалиста из 1100 учащихся, выпускников Конечно, очень волнительно выпускаться Но в то же время, конечно, настроение очень радостное Потому что все-таки школа для меня была больше, конечно, радостным местом, чем грустным Конечно, были и неудачи, и огорчения Но больше у меня ассоциируется школа с веселым таким настроением Массовое гуляние на городских улицах и в парках Выпускники проведут в сопровождении взрослых А впереди у ребят напряженная пора Централизованное тестирование начнется уже 16 июня с белорусского языка Цена необдуманного действия Днем на Крылова перевернулся грузовик МАН вылетел на встречную полосу Причины аварии водитель назвал пешехода Тем временем ГАИ проводит проверку С места ЧУП Ольга Васенда Эта авария произошла на Крылова в 12-м часу Водитель МАНа двигался в сторону Минской на разрешающий сигнал светофора Вдруг ни с того ни с сего, утверждает мужчина На красный вышел молодой человек Шофер попытался избежать столкновения Как итог, снес забор и вылетел на встречку Грузовик лег на бок вдоль пешеходного перехода У автомобиля повреждена правая сторона Искорежен кузов, в дребезге разбито окно Плюс вытекло топливо Пожар предотвратили сотрудники МЧС На дороге остались следы пены Светофор на этом участке не автоматический А с кнопкой вызова Он позволяет не останавливать поток машин Если нет желающих перейти дорогу Дождался ли парень зеленого Пока загадка Пока мы не будем давать Никаких комментариев Человек не может сказать Мы сами еще не можем разобраться ДТП заблокировало движение В сторону зеркалки на несколько часов Известно, что грузовик перевозил доски В результате удара они разлетелись в щепки Зрелищное ЧП собрало немало очевидцев Я во дворе сидел, услышал грохот И подбежал сюда И все, машина уже лежала Все службы, как положено, приехали Несмотря на впечатляющую картину Обошлось без жертв Пешехода пронесло, а водитель отделался легким испугом Сейчас госавтоинспекция проводит проверку Если вам известны обстоятельства ДТП Позвоните по номеру 71 55 55 Ольга Васинда, Максим Галеонко Она должна стать тем самым эволюционным шагом К достижению высоких показателей В экологических проблемах у нас была выделена Проблема образования отходов Их использования, их недопущения Их образования как приоритетная цель Проблема качества воздуха в городе Бобруйске Включая загазованность города Бобруйска Улиц города Бобруйска И недостаточное озеленение города Это то направление, которое тоже волнует И третье, это недостаточный уровень экологического просвещения В том числе наших горожан Недостаточный уровень экологической ответственности Наших производителей, предприятий Это такие пока выделили три приоритетные направления, по которым рабочие группы будут работать дальше. Это не итоговое заседание рабочей группы. Специалисты будут трудиться дальше в удаленном порядке и консультироваться с экспертами. Настяжение поставленных целей – задача не только руководству города, но и каждого жителя. Слоган эмблемы – солнечное затмение и жаркая пятница. Синоптики опять прогнозируют дожди и грозы. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В стране выбрали логотип Года народного единства. Победителем стала работа под названием «Мы» Виталия Ортюха. Он же автор талисмана чемпионата мира по хоккею 2014 года в Минске. Слоган эмблемы «Каждый из нас – часть единого целого, одного большого «Мы» белорусского народа». Символ уже размещен на официальном сайте нового государственного праздника. В Беларуси начинается вступительная кампания. Абитуриентов ждут свыше 50 вузов. Количество бюджетных мест в этом году увеличили на 1%. Предварительно подать документы можно дистанционно. Для этого нужно заранее зарегистрироваться и внести необходимую информацию в электронном кабинете. В регионах продолжается заготовка кормов. Традиционно лидируют южные районы. Сенаж не только кладут в траншеи, но и прессуют в рулоны. С помощью стрич-пленки тюк сена за пару минут превращается в герметичное хранилище. Так сохраняются все биологические свойства продукта. Высокое содержание сахара и протеина делают корм максимально питательным. В Беларуси сегодня можно было увидеть частичное солнечное затмение. Пик пришелся на 14 часов и 8 минут. В это время спутник Земли закрыл диск светила на 12%. Завершилось астрономическое явление в 15.09. Луна максимально заслонила Солнце на Крайнем Севере, Северном полюсе, на территории Дальнего Востока, Гренландии и Канады. В пятницу в республике ожидается до плюс 27 градусов. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах подремят грозы, возможен град. Ветер прогнозируется северный с порывами до 20 метров в секунду. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксированы 966 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 402 819 человек. В Беларуси зарегистрировали российский спутник «Лайт». Его качество оценивали в Центре экспертизы испытаний в Минске. Государственная регистрация выдана на год. Нужна всего одна доза этой вакцины. Иммунный ответ появляется спустя 28 дней. Эффективность препарата, отмечают специалисты, будет выше у тех, кто уже переболел коронавирусом. Вековая история и современное место. В монастыре святых жен Мироносец кипит бурная жизнь. И строительство нового, и возрождение старого. Все это в первую очередь для людей. О праведной жизни Карина Гуревич. Матушка Пороскева родилась в Молдавии. В детстве увлекалась танцами, но обрести душевное спокойствие ей так и не удалось. Уже в 16 она переосмыслила выбранные цели и путь. А в 19 ушла в монастырь. 23 года ее жизни были сосредоточены и в киевской обители, а теперь в Бавруйске. С Украины, с Покровского монастыря меня никак не хотели отпускать. Это тоже продолжалось около пяти лет. И в прошлом году, быть может, для них это, как говорят, была последняя попытка. Они еще раз обратились к митрополиту Киевскому всей Украины, блаженнейшему Ануфрию, и получили положительный ответ. В планах превратить территорию обители святых Жан Мироносец в целостный архитектурный ансамбль с монашеским корпусом и несколькими мастерскими. Предполагается здесь и духовно-просветительский центр. Но главная задача – окончание строительства храма святого Александра Невского. Остались внутренняя отделка и благоустройство местности. Освящение планируется на сентябрь 2021-го. Это год 800-летия со дня рождения великого князя. Когда пришла матушка Параскева, начали помогать больше. Она очень сильно начала прославлять. То есть она старалась, чтобы о монастыре говорилось везде. В прессе, по телевидению. В этот момент и все, как бы оно всколыхнулось. И все стремятся помочь. Помочь монастырю, как могут. Монастырь – открыт на исторической территории Бобруйской крепости в 2008-м. Через год тут началось восстановление. Остатки фундамента найдены на бывшем футбольном поле воинской части. В комплекс, помимо жилых и административных помещений, входят еще и два храма. Тут были лагеря, тут были две войны. Поэтому тут место особое. И всегда это было привлекало людей в такие места. С другой стороны, тут стоит православный храм. В храм могут ходить все, кто угодно. Не только насельники, монахи, 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 монастыря, но все, кто пожелает. Поэтому место особое, я бы сказал так. Тут и братские могилы по несколько десятков тысяч человек находятся. И Богом определено это место, и люди сюда тянутся. Сестры – большие труженицы. Работы всегда хватает. Территория монастыря немаленькая. Поддерживают и бобруйчане. Например, в рамках субботника здесь прошла генеральная уборка. Часто оказывают помощь учащиеся строительного колледжа и военнослужащие 147-го зенитного ракетного полка. Для города это большое благо. Когда именно что в городе есть монастырь и совершается за горожаном еще молитва, то это очень для горожан большое благо. Потому что не все люди ходят в храм, не все могут вообще иметь. То есть есть люди, которые болеют, не могут по каким-то возможности пойти в храм. Как раз в таком монастыре молитва за всех. Сегодня православные верующие отмечают один из главных праздников – Вознесение Господня. Согласно Библии, на сороковые сутки после воскресения Иисус Христос собрал учеников на склоне Елеонской горы и велел им идти проповедовать Евангелие по всему миру. А сам на глазах апостолов вознесся на небеса. В монастыре этот день встретили традиционно божественной литургии. Наша обитель присоединится к торжествам, которые будут проходить в Баркалабовском Свято-Вознесенском монастыре. Их обитель отмечает 380 лет. Будет служить наш экзарх, все Белоруссии, митрополит Вениамин. В Вознесение Господне относится к числу 12 главных православных праздников и приходится на период между Пасхой и Троицей. Значение торжества заключается в вере человека, что душа обретает вечную божественную жизнь. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! КОНЕЦ КОНЕЦ